Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья, ценители, обожатели, уважатели, почитатели, любители и профессионалы дачной загородной жизни. С вами проект Деревня Лайф, ведущий этого самого проекта, ваш дорогой Сережка Гончаров, собственно, это я. И мы с вами под конец зимы, под начало весны, прибыли в деревню. Что и неплохо. Так, мои дорогие друзья, давайте-ка мы для начала восстановим хронологию событий. Ну, чтобы понимать, когда это было, когда чего не было, да, и что вообще у меня произошло. Сейчас только попью маленько. Полегчало. Короче, выпуск этот снимался несколько недель. Собственно, как было обещано и положено моим дорогим телезрителям, я по возвращению из Египта сразу отправился в деревню. Снега было, мягко говоря, много, поэтому в ночи в потемках пришлось все это дело прокапывать. А вот когда наступило утро, пришлось уже добивать. К слову сказать, весна уже подбирала первые ключики к погоде, и снег был мокрый, тяжелый и, конечно же, приятно отдавался боли в спине. Но нам ли дачникам привыкать? Март мартом, а снега выпадало, мягко говоря, немало. Поэтому, хоть я и прокапывал всю эту историю, нет, мне не помогло. Если вам, мои дорогие друзья, непонятно, для чего я разравниваю дорожку, чтобы следы закатать, потому что в снег проваливался. Пришла весна, а с ней приперлись и проблемы. Снега просто катастрофически много, он катастрофически тяжелый, он намок под дождем, и, в общем, ну, как-то надо его убирать. Будем решать вопрос. Вопрос надо решать быстро. Ну, короче, кто из вас зимой поедет на дачу, будет заниматься вот такой же греблей, не приходя в сознание. Почему? Потому что пролезть иначе будет невозможно ни к сортиру, ни к колодцу, ни к домику. А вот, кстати, когда я только приехал среди ночи, тут я по колено в сугробе лазил и чертыхался. Пробить путь до колодца было принципиально важной задачей. Почему? Потому что у меня воды с собой не было вообще. И я рассчитывал, что водички-то я попью от души. О, подарок каждому городскому жителю. Был. Собственно, мы добились того, что колодцу мы пробились. Теперь надо бы посмотреть, что там внутри. Есть ли вода замерзшая, не замерзшая, как там что, что там как. Да, короче говоря, решаем сейчас вопросы с водой. Потому что хочется, да, и фасад помыть, и посуду помыть. Ну, а не снег же нам топить, правильно? Хотя это тоже, в общем, выход. Давайте глянем. Ну, и скажу я вам при ближайшем рассмотрении, вот эта вот желтенькая водичка, это колодезная. Блин. Это плохо. В край преободряющая, общеукрепляющая гимнастика не дала своих результатов. Нет, ну как не дала? Дала, на самом деле. Конечно, воду все равно надо выкачать, но пользоваться пока что данной водой в целях помытия собственного тела я бы, наверное, не рисковал. Сейчас в магазин поедем. Что делать? Опять деньги будем тратить? А денег-то нету? Откуда у нас в деревне деньги? Тем более после такого отдыха в Египте. Так что, мои дорогие друзья, наверное, придется рассказать мне вам про один очень важный момент. Да-да-да, и я не про Donation Allers, который будет помогать мне в развитии этого канала. Я про то, что я с телевидения уволился. Да, ребята, 11 лет и до свидания, ВГТРК. Наверное, вы можете сказать, Сережка, так ты теперь безработный? Нет. Теперь я работаю в другом проекте. Проект очень интересный, проект очень яркий, и теперь у меня другая должность. Томить не буду, на экране вы меня увидите точно. Потому что эта работа связана со съемками. Так что, ребята, будем объединяться. Ну, а Масленицу я отметил уже в компании новых ребят, на новой работе. А потом, в первый выходной, снова поехал в деревню Лайф. Это, к слову сказать, уже середина марта. Вот так вот незаметно пролетели две недели. А снега меньше все равно не стало. Зато появился приятный момент. Подснежники. Ну, в смысле, два моих мангала. Они теперь видны. Добрейший утречка. Ну что, мои дорогие теледачники. Вот, собственно, мы с вами и прибыли в деревню. Как вы просили. Как вы говорили. Значит, снег. Снег еще лежит. Сейчас еще середина марта. Да, и, в общем-то, конечно, проплешинки видны. А снега много. Ну, ладно. Ничего. Скоро он растает. Конечно, он растает. Именно поэтому я даже не стал пробивать дорогу для автомобиля, а просто оставил у обочины. Ничего страшного, на один денек можно. Ничего с машиной не случилось. А вот про дорогу я этого сказать не могу, ребятки. Ладно, ничего. Придет май, попросим асфальт снова. Так, у нас есть еще одно немаловажное дело. Надо посмотреть, что там с водой в колодце. Так что есть у меня подозрение, что ее немного. Да. Подозрение это меня не обманывает. Да, вы знаете, действительно, воды в колодце немного. Это, в общем, наверное, и не проблема. Если что, у меня остался телефон мастеров, которые делали мне этот колодец. И если вдруг уж что, то углубить-то его тоже, наверное, и не проблема. Надо дождаться весны, посмотреть, сколько будет воды у нас в колодце. И если, в общем, воды будет мало, то будем что-то решать. Может, Руслан прокачать. Сейчас в любом случае будем выкачивать воду оттуда. И вы знаете, ребятки, а помогло. Водица-то чистая. Водичка-то чистая. Это хорошо. Как мы ее в баклажечки-то наберем. Это неплохо. Неплохо. Да-да-да. И, воспользовавшись моментом, стал я, как не в себя, баклажки водой набирать. Пригодится. А вот и ведра оттаяли. Наверное, ты, мой проницательный зритель, уже пишешь мне комментарий. Типа, серенький, ты че, после Египта в верблюда превратился? Нахрена тебе столько воды? Значит, вы, мои дорогие теледачники, учитывайте момент, что, когда потает вся вот эта вот история у меня за спиной, потекет водица в колодец. Конечно, потекет туда водица. Будет мутный, грязный и никуда не сгодится. Но это будет позже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...